Иван Дьяков художник из северной столицы. Уже несколько десятилетий он творит в технике горячей эмали. Мастеры привлекают сложность процесса, уникальность и зачастую непредсказуемость результата. Сложная фактура дерева и металла дополняет и обогащает художественный образ в работах автора, который создает новую композиционно сложную, драматичную по содержанию и насыщенную по цвету реальность. У нас есть такое выражение у эмалиров в соавторстве с огнем, и даже в выставке так называется. Конечно, для художника эмальера печь, которая разогрета до 850 градусов, является таким же важным инструментом, как краски, кисть, как для программиста является его клавиатура. Для нас печь – это инструмент. Второй автор выставки – Анна Векслер. Работает с самыми разными материалами и техниками. От классического гобелена до коллажей и арт-объектов, в которых оригинально, а часто парадоксально соединяются текстиль, эмаль и стекло. Анна активно участвует в российских и международных выставках, а ее работы находятся в частных и государственных собраниях, как нашей страны, так и за рубежом. Изначально каждый художник, он, конечно, эгоист. И он просто хочет делать то, что он хочет. Знаете, как дитя. Я люблю это, я это делаю. Какую эмоцию получат, глядя на каждую работу, это все зависит лично от человека, к чему человек подготовлен, на что он настроен, что он может воспринять. Потому что один увидит зеленое на зеленом, а другой увидит целую историю мироздания. В экспозиции более 50 работ. К открытию готовились два года. Мы очень тщательно подошли к экспонированию предметов. Ребята получили заранее чертежи залов. То есть все вещи здесь располагаются не случайно. Все это продуманный и очень сложный проект. Пандемия и ограничительные меры внесли свои коррективы. Авторы планировали, что выставка проработает до середины декабря. Но из-за введения режима нерабочих дней музеи оказались закрыты для посещения. Организаторы собираются продлить выставку, чтобы как можно больше самарцев смогли вживую насладиться искусством, как только эпидобстановка позволит это сделать. Мария Левина, Василий Калдашов. События.